Иверская икона Божьей Матери – История. В первые упоминания об иконе стали появляться, начиная с 15 века, среди славян. А среди греков упоминания иконы датируются 16 веком. Согласно легенде, эта икона была создана в 9 веке, во время царствования императора Феофила. В то время были распространены иконоборцы, поэтому согласно легенде икона была отправлена в море женщины, которая проживала неподалеку от города Никей. Только через два века монахи Иверского монастыря на Афоне нашли икону. Самое интересное, что она находилась на огненном столпе. Но как только монахи подходили к иконе, она от них отдалялась. Среди монахов было Гаврию, который вел праведный образ жизни, а в летнее время был затворником, пребывая на скале и употребляя лишь воду и фрукты с овощами. Именно ему во сне пришло видение, что Божия Матерь хочет, чтобы он забрал икону, которая станет охранницей этого монастыря и всего человечества. Проснулся Гавриил и рассказал монахам о своем сне. В тот же день отправился он за иконой и прошел по воде, как по земле. Забрал икону, вернулся назад, тот же час осветили ее и расположили у алтаря. Только вот на следующее утро монах, который пошел молиться, не обнаружил ее на том месте. Она висела сверху у врат монастыря. Монахи опять забрали и поставили возле алтаря. Так повторялось несколько раз. Гавриилу было новое видение, в котором Божия Матерь сказала «Я не хочу, чтобы вы охраняли меня, охранять вас буду я. Оставьте меня над вратами». Именно поэтому икона и получила название «Привратница» или «Вратарница». Иверская из-за монастыря, в котором ее нашли. В самом начале икона располагалась снаружи, над самим входом в монастырь. Но потом для нее был построен специальный небольшой храм внутри монастыря. Он находился слева от ворот. До сих пор икона находится там. В XVI веке грузинские мастера украсили икону серебром и по сей день она является украшенной. Открыты лишь облики Божьей Матери и Младенца. В настоящие дни праздник в честь Иверского образа Пресвятой Богородицы отмечается несколько раз в году 25 февраля, 6 мая, 26 октября. И во второй день Пасхальной Седмицы. Иверская икона Божьей Матери Московская история. В 1648 году именно для Московского Патриархата была написана Иверская икона, которая является списком с оригинала, находящегося на горе Афон. Эту икону списывали и ноги вручили ее Алексею Михайловичу, подтвердив, что списанная икона является практически полной копией с оригинала. С тех пор эта икона была расположена у Воскресенских ворот и пребывала она там достаточно долго. Сам храм тоже стали называть иверским именно в честь этой иконы. Потом перенесли икону в деревянную часовню. Далее переместили в каменную часовню с синим небом. К этой иконе не иссякала народная тропа, потому что люди постоянно приходили, молились и что-то просили у иконы. Она считалась чудотворной. Многие известные и особо приезжающие в Москву приходили не в Кремль, а в часовню. Но в 1929 году верскую часовню закрыли, а в 1934 году вообще снесли. После этого икона куда-то пропала, многие старожилы полагают, что иверская икона находится в Сокольниках. Многие иконописцы, а также московские старожилы подтверждали подлинность иконы. Но до сих пор существуют сомнения в ее подлинности. В 1994 году патриарх Алексий II заклал первый камень неверской часовни, а в сентябре 1995 года патриарх обратился к настоятелю Афонского монастыря с просьбой написать новый список. Чуть позже именно этот список был отправлен в Москву греческим самолетом вместе с 12 обитателями Святой горы. Этот список был освящен и теперь находится на Воскресенских воротах иверской часовни, которую осветил патриарх. С тех пор снова люди начали приходить и молиться этому списку иверской иконы Божьей Матери. Иверская икона Божьей Матери от чего помогает? Для чего молятся икони? Молятся для исцеления болеющих, для того, чтобы пополнялись запасы провианта, повысить урожайность. Чтобы избавиться от нападков врагов и набегов варваров, образы обращаются, если необходимо утешение в бедах от бедствий. И пожаров, если хотят, чтобы земля стала плодородной при кознях, разнообразных напастях, от нечистой силы для замужества. И женского счастья для здоровья детей перед иконой Божьей Матери желательно молиться для того, чтобы исцелить недуги тела, а также души. Необходимо молиться не только с покаянием, но еще и с благодарностью. Ниже представлено несколько молитв, которые произносятся перед ликом иконой верской Божьей Матери. Сейчас можно в любом храме приобрести образы верской Божьей Матери. Она является заступницей женщины-хранительниц домашнего очага. Обычно этот образ вешается над входной дверью, потому как она считается вратарницей. Количество икон, которые находятся дома, а также их размещение, не имеет особого значения. Молиться перед иконой верской Божьей Матери можно произнося ниже перечисленные на картинках молитвы или своими словами, обращаясь со своей просьбой к святой. Перед этой иконой читают молитвы в любых жизненных ситуациях. Молитвы верской иконы Божьей Матери об успокоении души от внезапной смерти, бета-напасти, скорби, болезни и зла. Готовых молитв о замужестве и женском счастье нет. Говорите свои просьбы своими словами, как душа велит. Легенды верской иконы Божьей Матери С этой иконой связано очень много необычных легенд. Одно из самых интересных является, что икона спасала от нападения разбойников. Когда разбойники пытались захватить монастырь, началась буря и корабль разбился в дребезги. Выжил один единственный человек, военачальник, который пожертвовал огромную сумму денег на восстановление стен монастыря и попросил отпущения грехов. Икона наказывала и монахов. Однажды в обитель пришел бедняк и попросил его накормить. Но так как в то время были большие проблемы с провиантом, монахи ему отказали, сказали, что дадут ему еды, взамен за деньги. Так как у бедняка их не было, он ушел. Решил бедняк пойти в столицу Афона. На пути встретилась ему женщина и дала золотую монету. Бедняк вернулся в монастырь и отдал монету монахам за еду. Монахи очень удивились, так как монета была очень старинная, золотая именно такая, как находится на самой иконе. В тот же день после того, как монахи накормили бедняка, весь провиант испортился, сгнил. Тогда поняли служители, что женщина, которая дала бедняку монету, является самой Божьей Матерью и таким образом пытается вразумить монахов. С тех пор больше никто у паломников и бедняков денег за еду не берет. Считается, что икона может предвещать беду. Монахи отметили, что если надвигается какой-то катаклизм или буря, то лампадка возле иконы начинает раскачиваться. До сих пор икона находится на Святой Горе. Считается, что ее оттуда уберут незадолго до Второго Пришествия Христа. С этой иконы было сделано множество копий, которые находятся в разных уголках мира. Несколько из них находятся в России. Одна находится в Иверской восстановленной часовне. Это копия, которая была создана в 1995 году. С Иверской Божьей Матерью связано очень много легенд и интересных рассказов. Если вы хотите крепкую семью, повесьте образ Иверской Божьей Матери над своей входной дверью.